С 1 ноября в России прекратилась выдача бумажных ПТС. Теперь покупателям новых автомобилей будут выдавать электронный паспорт транспортного средства. Чем он отличается от традиционной версии этого документа, какие имеет преимущества и как выглядит, об этом в сюжете нашего корреспондента. Электронный ПТС отнюдь не новое явление. Тверские автодилеры давно реализуют иномарки, только сошедшие с конвейера с цифровым паспортом. В документе содержатся все те же сведения, что и в бумажной версии. Цвет, год выпуска, модель, технические характеристики, данные о собственниках и другие. Выписка из электронного ПТС выглядит следующим образом. У нас здесь с вами получается расположен QR-код, нажав на который мы с вами можем перейти сразу же на сайт непосредственно. В выписке расположена вся необходимая информация об автомобиле, модель. В электронном виде получается ПТС выглядит следующим образом. То есть у нас с вами здесь та же самая информация, вот такой некий ПТФ-файл. Список данных, которые содержат в себе электронный ПТС заметно расширен по сравнению с бумажным. Теперь в документ будут вноситься данные техосмотра, что прежде фиксировалось в сервисной книжке, данные о залогах, ограничениях и ДТП. Таким образом новая система сделает историю автомобиля более прозрачной и понятной. Есть электронная система, в которой видны все собственники. Все очень понятно, все очень просто. Это упрощает жизнь как и автодилерам, потому что теперь мы можем за один день выдать вам автомобиль. Также при дальнейшей перепродаже. Это также позволит объективно оценить состояние автомобиля в дальнейшем на вторичном рынке и определить его стоимость. Так что теперь счастливым обладателем новенького авто после оформления договора купли-продажи будет выдаваться идентификационный номер, с которым он идет ставить авто на учет. Для оформления транспортного средства прийти в подразделение и оформить. Также госпошлина на производство регистрационного действия в данном случае будет меньше, потому что бумажного ПТСа нет. За выдачу ПТСа в соответствии с налоговым кодексом платить не придется из-за внесения в него изменений. Менять бумажный паспорт на электроны в обязательном порядке пока не нужно. С оформлением нового документа и пошаговую инструкцию, как его использовать при регистрации авто, рассказывает менеджер по продажам. Или ее можно найти на официальном сайте электронной паспорта. Там же можно будет зарегистрироваться и узнать нужные сведения. Мнение из сотрудников ГИБДД и официальных дилеров сходится. Электронный ПТС удобнее, он не мнется, не теряется и содержит куда больше информации, исказить которую не получится ни у собственника, ни у мошенников.